Евгений Таманцев «Руки вверх!» Чтобы отвлечь внимание на себя, выскочить из кустов. Вслед за мною выстрелил и малыш. И я увидел, что бритоголовый, как подкошенный, валится в траву рядом с Пашей. А тот пытается подняться, и кровь из раны на голове заливает ему лицо. Ближе всех ко мне спиной в четверть оборота стоял помощник коменданта. Он в первый же момент инстинктивно отпрянул назад. За ним метрах полутора амбал. Еще дальше и левее — лейтенант. Двое последних, естественно, повернулись и смотрели в мою сторону. Причем в левой руке у амбала я, как и ожидал, увидел нож. А в правой у лейтенанта был ТТ, которую он помедля направил на меня. Можно было без труда двумя-тремя пулями обезвредить его. Он стоял совершенно открыто. Но я уже выбрал его для экстренного потрошения. И потому следовало взять его невредимым, желательно без единой царапины. В некоторой растерянности он помедлил, и за эти секунды я успел оказаться от него со стороны солнца. И таким образом задействовал подсветку. Для страстки, для давления на психику. Я немедля пощекотал ему уши. Произвел по одиночному выстрелу из обоих наганов так, что пули прошли впрети ручку с его головой. Это впечатляет. Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно качал маятник. Пританцовывал левым плечом вперед, рывками перемещая корпус из стороны в сторону. И все время передвигаясь и сам. Нечто похожее, только попроще, проделывает боксер на ринге. Для дальнейшего психологического воздействия я держал его на мушке и фиксировал взглядом. Всем своим видом показывая, что вот-вот выстрелю. Малыш выпрыгнул без промедления, как и следовало. Угрожающе закричал «Взвод! К бою!» И я тот час во все горло повторил его команду, добавив «Окружайте поляну!» Хотя никакого взвода в радиусе нескольких километров, разумеется, не было. И делалось это исключительно, чтобы задействовать фактор отвлечения, фактор нервозности. Сбить троих с понтолыку и, во всяком случае, заставить оглядываться. Результат оказался большим, чем ожидалось. Лейтенант крикнул «Засада!» Метнул мгновенный взгляд на амбала и, дважды выстрелив даже не в меня, а в мою сторону, вдруг опрометил бросился бежать. «Не стрелять!» — поднимаясь на ноги, скомандовал Паша. Это относилось ко мне и малышу. И звучало напоминанием, что хоть одного надо взять живым. Умело держась метрах в двух за помощником коменданта, амбал молниеносно нагнулся к бритоголовому, и тут же в левой руке у него я увидел уже не финку, а обнаженный ствол, и сразу сообразил, что он — левша. И разглядел, что пистолет был не ТТЭ, а Браунинг Лонг 0,7, калибром 9 мм. Именно та машина, которая у немецких агентов обычно заряжена разрывными пулями с ядом, вызывающим немедленную смерть. Я уже прикинул оперативную обстановку и соотношение сил. Малыш свалил бритоголового капитана, причем по-серьезному. Тот не вставал и не двигался, а у Паши как минимум пробита голова. Во всяком случае, на какое-то время они оба практически вырубились. И мне следовало немедленно принять командование на себя и под мою личную ответственность во что бы то ни стало слепить теплыми амбала и лейтенанта. «Держи, лейтенанта!» — крикнул я малышу, и, понимая, что Паша оглушен, во весь голос заорал «Ложись, Паша, ложись!» Я боялся за них больше, чем за себя, и с облегчением отметил, что они оба без промедления поняли и выполнили мою команду. Выскочив в первое мгновение из кустов, я сразу же метнулся влево, чтобы расширить сектор охвата, положить амбалу и лейтенанту подсветку на глаза, развернуть их лицом против солнца, а также, чтобы деблокировать директрису. Не удалось только последнее. Амбал с похвальной быстротой переместился вправо и снова оказался зарослым фигуристым помощником коменданта. Он двигался легко и ловко, и реакция у него была хорошая. Но при этом в защитном движении его голова на секунду появилась правее фуражки помощника коменданта, и в тот же миг выстрелом из правого нагана я сбил с него пилотку. Такие вещи впечатляют. А от меня сейчас требовалось все время давить ему на психику. Помощник коменданта лишь теперь протер мозги, лапал сударь прижатую полой кителя и не мог от возбуждения открыть, заколодило, как случается не только у таких лопухов. Вообще-то Паша должен был дать ему Вальтер в карман, и действовать ему следовало, в первую очередь, именно Вальтером. Но я сейчас не мог занимать извилины его оружием и его действиями. Я на него нисколько не рассчитывал. После того, как Пашу вырубили, я, естественно, надеялся только на одного себя. — Падай, капитан, падай! — закричал я ему, но он будто не слышит, даже не пригнулся. Я ничуть не удивился. Фактор внезапности в скоротечных схватках тормозит решительные действия даже убывалых фронтовиков. Чего же можно ожидать от разодетого тылового фраера? — Ложись, комендатура, ложись! — яростно заорал я и тотчас прыгнул вправо. Мне на секунду открылась часть туловища амбала, его левый бок и рука с браунингом. И, стремясь упредить его действия, я нажал на спусковой крючок. Но амбал проворно дернулся влево. Я же, вероятно, так боялся попасть в помощника коменданта, что от этого мандраже промазал и в душе обложил себя самыми последними словами. Вслед за моим выстрелом справа раздались еще три. Стоя на четвереньках, Паша сбоку стрелял по ногам амбала. Он был оглушен, и правая половина лица залита кровью. К тому же рядом с директрисой находился помощник коменданта. Естественно, я не рассчитывал, что Паша попадет. Но это в любом случае создавало крайне ценный для меня в эту минуту отвлекающий фактор. И мысленно я ему аплодировал. Нет, я не промахнулся. На рукаве гимнастерки амбала у самого погона проступило темное пятно. Но я только слегка задел, считай, поцарапал ему левую руку. А ее требовалось надежно отключить. Толково используя ситуацию, он держался за живым заслоном. Я же на открытом месте, в десятке метров от него, вынужден был энергично двигаться, пританцовывать, фиксируя его лицо и все время угрожая обоими наганами. Он выстрелил в меня двумя пулями. Не попал. Добавил, погодя секунды, еще одну и снова мимо. Чему-чему, а качать маятник я мог бы поучить и его, и тех, кто готовил его в Германии. К тому же, Пашины выстрелы сбоку, несомненно, действовали ему на нервы. А подсветка значительно снижала меткость. Тем не менее, он был опытный, находчивый парш, сразу понявший, что я опаснее других и что в первую очередь надо разделаться со мной. И я перед тем оценил его правильно. Он действовал толково, уверенно, стрелял, в отличие от лейтенанта, умело, не торопясь. И если бы не подсветка и не моя сноровка в качании маятника, он бы, возможно, меня уже свалил. Ствол Браунинга опять следовал за моими движениями, справа налево и обратно. И я чувствовал, знал, что в ближайшую секунду снова раздастся выстрел. Но в это мгновение помощник коменданта вытащил, наконец, пистолет, и амбал, целившийся в меня, без промедления выстрелил дважды ему в грудь. С позиции инстинкта самосохранения и личной безопасности его действия были логичны, обоснованы. Но теперь он терял свое главное преимущество. Помощник коменданта сразу обмяк и стал валиться вниз и назад. При этом открылся верх туловища амбала. И как только это произошло, я, упредив его следующий выстрел, всадил ему две пули в левое плечо. И тотчас рванулся вперед, чтобы помешать ему, блокировать вероятную попытку поднять правой рукой, вывалившись в траву, Браунинг. Он действительно нагнулся и, не спуская с меня глаз, зашарил у ног, но я летел на него стремглав. И не выдержав, он бросился бежать через поляну. А я пустился за ним, успев отметить, что помощник коменданта и бритоголовый капитан лежат, не двигаясь, причем поза последнего, спиной кверху, с неловко вывернутой вбок правой рукой, мне весьма не понравилось. Слева захлопали выстрелы из ТТ. И, кинув туда взгляд, я увидел, что лейтенант, оборачиваясь, стреляет в малыша. А тот, как я его учил, на бегу уклоняется, не очень ловко, но в целом грамотно. Я боялся за малыша. Опасений же, что лейтенанту удастся уйти, не испытывал, поскольку знал, что если даже я его потом не догоню здесь поблизости, через двадцать минут, к тому времени, когда он в лучшем случае достигнет опушки, весь лес по периметру уже будет охвачен огромной каруселью, и за пределы столь плотного оперативного кольца ему не выскочить и не проскользнуть. В кобуре у амбала на ремне за правым бедром был еще ствол, скорее всего, Браунинг Лонг 07. Схожий по форме и размерам с ТТ, и хотя рука у него болталась, как плеть, а гимнастерка под погоном потемнела от крови, и брюки сзади повыше колена тоже, Паша все-таки сумел в него попасть. Я держал ухо востро. Утверждение, что якобы у левши правая рука развита недостаточно, это байка для дефективных детишек, а в действиях его чувствовался настоящий парш. Я услышал возгласы «Стой, стрелять буду!» Оглянувшись, увидел старшину, выскочившего с автоматом из кустов перед лейтенантом. Заорал ему и малышу «Не стрелять!» Но в тот же миг лейтенант поднял руки вверх, и я подумал с облегчением, вдвоем-то они наверняка его слепят теплым и невредимым. В жизни каждый двадцатый левша. Их миллионы. Но я уже убедил себя, что именно этот самый амбал пытался убить Гусева, того шофера с доджа, и, следовательно, причастен к делу Неман. Я просто мечтал, чтобы так оно и оказалось. Раненый в плечо и в ляжку, он бежал даже лучше, быстрее, чем я ожидал. Но ему нужно было достигнуть деревьев или оторваться от меня, чтобы обнажить ствол. А я спокойно сокращал расстояние между нами и готовился его слепить. Он наверняка уже понял, кто мы такие, что наша задача — взять его живым. Конечно, я без труда мог его стряножить, но дырявить даже парша без необходимости. Мне поперек горла. И зачем стряножить, если он и так не уйдет? На бегу я опять оглянулся влево. Малыш, положив лейтенанта лицом в траву, стягивал ему вязками руки за спиной. Старшина, воинственно наставив вниз автомат, стояла рядом. И в этот момент амбал наконец сделал то, чего я все время ждал. Правой рукой ухватился за кобуру. Она у него наверняка была с вытяжным ремешком. И мешкать не следовало. Тут могло быть два реальных решения. Сбить его подсечкой или же оглушить ударом в голову. Имея в виду оперативную обстановку здесь, на поляне. И то, что нам предстояло, я выбрал второе. Надав сократил дистанцию, и как только пальцы его оказались в кобуре, взлетел над ним в прыжке и сверху ударил его рукояткой нагана правее макушки. В полсилы, с расчетом кратковременного рауша. Он упал вперед и чуть влево, по инерции метра полтора, проехал лицом вниз по траве. Замер, расслабленно, голова не поднималась, и я понял, что на какие-то минуты он вырубился. Сунув выпавший из кобуры Браунинг себе в карман, я ухватил его за правую целую руку и в темпе, как куль, потащил к месту засады. Туда же малыш и старшина уже вели лейтенанта. Он шел со связанными за спиной руками, и, бросив на него взгляд, я уже соображал, как буду его потрошить. На ходу я успел посмотреть на часы для рапорта. Зафиксировать момент начала ошибки я не имел возможности, но продолжалось все это не более трех-четырех минут. Паша с лицом залитым кровью сидел, зажав рукой рану на голове, а двое других, бритоголовый и помощник коменданта, по-прежнему лежали в траве. И, увидев, что Паша сидит, я возликовал от радости, как гора с плеч слетела. Могло быть и хуже. И теперь, когда я увидел его живым, и было совершенно ясно, что хорошо или плохо, но мы слепили всех троих, вопрос, который с момента их появления на поляне все время назойливо занимал меня. «Кто они?» Сменился другим. Я уже нисколько не сомневался, что это действующие немецкие агенты. Однако то, что один из них левша, еще ничего не доказывало. И теперь меня буквально свербило главное, самое в эту минуту существенное. Имеют ли они отношение к делу Неман? Имеют или нет? Я уже нисколько не делся. Продолжение следует...